Алло, я приеду за силу, что ты не вспомнил меня. Угрозы об изнасиловании семьи, которые вы слушали в начале этого видео, это так закончился разговор с человеком, разместившим объявление на сайте PLX о сдаче в аренду квартиры. С чего все начиналось? Мы решили проверить, насколько безопасно сегодня снять квартиру в Одессе. Проведя некоторую работу по поиску объявлений, мы наткнулись на несколько вариантов, которые очень бросаются в глаза и, как говорят, завлекают своими параметрами. Прекрасное фото, квартира на французском бульваре, в новострое, от хозяина, 8000 гривен. И вот что из этого вышло. Алло, Сергей, добрый день. Добрый день. По объявлению вам звоню, подскажите, квартиру здесь? Да, 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 есть такое. А будьте добры, где расположено они находятся? Французский бульвар, 11А, это новострой 9х, ближе к музыкомедии находится. Ага, ага. Я понял. А есть ли возможность сегодня посмотреть? Смотрите, дело в том, что приезжаю только в город послезавтра я. То есть нужно будет меня набрать часов в 9 утра, поинтересоваться. Если они, грубо говоря, квартиру эту не забронируют дистанционно, то, в принципе, просмотр, там пару человек есть уже на послезавтра, можно с ними подойти. То есть с фотографиями, в принципе, квартира соответствует. То есть я собственник, заявил в первый раз, как бы, и своим вообще уездом за границу, чтобы она была присмотрена. Угу. Да. Угу. То есть это с коммунальными, то есть поскольку у меня субсидии хорошие, и у меня там выходят копейки, я сам на эти вопросы решу. Угу. Ну, если бронировать, чтобы квартира уже была 100% за вами, то это какая-то часть залога, то есть больше 1000 гривен не возьму, тогда там удаляю объявление, отменяю просмотр, я вам при желании все документы, чтобы вы понимали, что все серьезно, там право собственности, там паспорта. Угу. То есть тогда договоримся уже серьезно, послезавтра я могу у вас в 5-9 утра, я приезжаю как раз в это время. Я... То есть там, в принципе, для проживания все есть. В сихом плане. Как вас еще разговаривают и фамилия ваша? Роман. Роман? Да. Угу. А вы здесь в субсидиях, там в фейсбуке, там в контакте? Я понял. Нет, к сожалению, субсидиями я не пользуюсь, поскольку как бы в мое время особо так развита, как сейчас, как мне это не нужно. Так все ложится. Есть вайпер, в принципе, есть вайпер как бы у меня. Для меня, чтобы серьезно, это было хотя бы гривен 500, тогда, естественно, там квартиру я оставляю. То есть вы насчет там обмана не переживайте, для меня там, допустим, 500 гривен это не деньги. А что хотел сказать, то есть документы все вышли, тоже не вопрос, все можно проверить. То есть документы мои в суде, а потом могу там, я не знаю, селфи, вы все понимали. Да. То есть все серьезно, как бы это не проблема. Я понял. Все, тогда в таком случае я в течение минут 15 перенаберу. Добренько, я на связи звонить. Да, все, спасибо. Когда подобную историю мы слушали уже раз в пятый, безусловно, мы поняли, что это схема. Такая незатейливая. Всего лишь 500 или 1000 гривен перечислить, как залог за бронирование квартиры. Вайбере мы попросили номер карточки, куда переслать деньги. Но оказалось, что на телефон нужно перечислить. Нас попросили точно дать знать, когда мы сделаем это. Мы, ссылаясь на занятость, говорили, что сделаем это позже. Нам активно звонили, спрашивали, когда мы это сделаем, что мы решили. Алло, алло, да, добрый вечер. Это Рома, по поводу квартиры договорились сегодня с вами. Но не знаю, все ли там в силе, потому что люди, но не интересуются. Мы после договорились подобраться, вот я набираю вас. Ну, сейчас, как бы, да, чуть-чуть позже, просто сейчас еще звонят, где-то 9. Я понял, я не подгоняю вас, я интересуюсь, если все или в силе, то есть, не знаю, чтобы людям уже отказаться спокойной дыши. Я понял, хорошо, тогда сколько звоночка вашего ожидать, вообще, примерно? Я думаю, 9 где-то. Еще раз напомните, когда вы будете в действии, когда мы сможем... После завтра в 9 часов утра я приезжаю, к полудесятого я полностью свободен. Я на машине могу даже забрать вас, если не надо, куда надо. Ну, а когда мы уже сообщили о том, что данные этого человека были переданы в полицию, то дальше последовала угроза. Ваши документы, ваш номер, как бы, я уже в полицию передал, вот, поэтому по факту... Ну да, вы передали. ...по факту мошенничества... По факту, что вы дебил несерьезный, скажем так, обратитесь в больницу, по факту, что вы несерьезный человек, понимаете, я из-за вас удалил объявление. Вы сразу возьмут... Я? То есть, нет, не возьмут, возьмут в рот. Возьмут в рот вы и тому, кому передали, разве что. Вот одни могут взять в рот у меня. То есть, не вопрос. Вы уже... Я так понял, что вы человек такой, который любит в рот брать. Я приеду, по вашему номеру я как бы вас найду. Это не вопрос. То есть, вы не понимаете, с кем вы звоните. Вы просто не понимаете, с кем вы общаетесь, понимаете? Что еще? Алло, я приеду и заселюсь. Понял меня. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok